Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы делаете дела отца вашего, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13, Евангелие от Анна, глава 8, стихи 41 и 44. Страшны эти книжники, но только для людей малодушных. Но есть иной род книжников, не менее опасный, чем первый, для всех малоопытных и нетвердых в вере христиан. Они не знают ни Бога, ни Христа, ни Церкви и не задаются целью разрушить христианство, но только, как выражаются они, обновить, углубить, очистить его от случайных исторических наслоений и покровов. Они проповедуют новое, не церковное, а свое христианство. Не христианство Христа, Божьей силой и Божьей премудрости. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. А христианство какой-то женственной премудрости, которой не знала история православной церкви. Что сказать об этих книжниках? Это волки в одеждах овчих. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Они вышли от нас, но не наши, хотя бы в уста свои они влагали божественные глаголы. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 19. Точно так же проявил себя первоначально тот, кто из кони сделался изобретателем клевет. Дьявол, который, когда говорил с Евой, прежде скрыл себя под личиною, а потом обольстил ее. За ним и вместе с ним скрывают свой настоящий вид и все изобретатели лжеучений. Хотя они и читают священные писания, но немало не обращают внимания на то, в каком виде и смысле преданы они святыми мужами и отцами церкви. Не так прияла, не так предала Божия церковь, как учат они. Не церковное это учение. Основание нашей веры — определение Евангелия, проповедь апостолов, свидетельство пророков, учение отцов, постановление вселенских соборов. Мы должны быть учениками их, а они должны быть нашими учителями, и только с ними необходимо должны мы согласовываться, ибо только они имеют верное и всякого приятия достойное учение. Не от отцов же заимствованное, и ныне только изобретенное, не может быть ничем иным, как тем, о чем предсказал блаженный Павел. В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 1. «Христе, свете истинный, просвещай нас Твоим светом, вразумляй нас Твоим словом, руководи Твоею премудростью. Дух смиренно мудрее даруй нам, да низлагает Он в нас всякое возношение, взимающееся на разум Божий». Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. «Допознаем, как недостаточно и ненадежна мудрость мира, которая все легко судит и осуждает, но никого спасти не может. Тебе да исповедуем, Тебе да последуем, Твоим спасительным делам додивимся, Тебе да прославляем, Христе, Божия сила и Божия премудрость». Произнесено 22 июля 1929 года в Варне.